Лиза Арзамасова рискует крупно оконфузиться прямо в новогоднюю ночь. Артистка хочет вернуться до полуночи, но сделать это будет не так-то просто. Вполне возможно, что Арзамасовой придется подставить мужа. Барселона потеряла очки с Испанолом в матче с двумя удалениями. Сегодня, 31 декабря, на стадионе Spotify Camp Nou в Барселоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Защитник Диэн Ловрин перейдет из «Зенита» в «Леон». Защитник «Зенита» Диэн Ловрин перейдет в «Леон». Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в России. Правительство к июню должно подготовить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Опубликовано видео падение неопознанных объектов в поселке Леневого. Сегодня, 31 декабря, жители поселка Ленева в Жирновском районе Волгоградской. Зеидорфа Роналду, Мю, он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Посоветовал бы ему закончить. Кларенс Зеидорф прокомментировал переход Криштиану Роналду в Альнассет. МЧС предупредила об ухудшении погоды в Петербурге 31 декабря 2022 года. ГУ МЧС по Петербургу 31 декабря предупредила жителей и гостей города о предстоящем ухудшении погодных условий. Может, я вообще не улетал. Иван Ургант вернется на телевидение в новогоднюю ночь в образе Карлсона. Ведущий Иван Ургант появится на телевидении в новогоднюю ночь. Отношения России и Евросоюза деградировали до уровня ранних этапов холодной войны. Главным партнером России в этой ситуации становится Китай. 40 лучших игр 2022 года для Nintendo Switch на Metacritic игры на DTF. Портал Company Collection на первом месте. Малкин стал вторым в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Форвард Питтсбурга обошел Сергея Федорова. Впереди только Александр Овечкин. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи.